Приветствую вас. Я как психолог вижу проблему в том, что вы ругаетесь и миритесь, то есть ссоры по большому счету являются нечем иным, кроме как заменой. Ссоры являются заменой сексуального контакта и альтернативным выходом сексуальной энергии. Ссоры также являются следствием страха близости людей, то есть когда люди боятся сближиться, люди боятся сближения, в том числе и интимного сближения тоже. Вот. И, соответственно, речь можно вести о том, что у вас есть проблемы, во-первых, с личными границами, во-вторых, с тем, из-за чего вы ссоритесь. И вот это, на мой взгляд, то, что нужно разобрать, то, что нужно рассмотреть в любом случае, вот это очень важный момент. То есть тут проблема в том, что вы вот пишете, что мы ссоримся и миримся как у всех. Нет, не как у всех. Причины для ссор у всех разные и как бы в норме. Понятно, что это достаточно редко, но в норме даже если люди ссорятся, то они не ссорятся из-за разных, из-за одних этих причин. Вот. А ссорятся из-за разных причин. То есть есть такие разные причины, по которым люди вступают в конфликт, в ссору. Вот. И, соответственно, очень важно увидеть то, как вы решаете проблемы свои, вот именно с своим мужем, вот, и решаете ли вы их в принципе. Ссора – это то, что может отдалять вас друг от друга, даже несмотря на примирение. Тут, опять же, многое достаточно зависит от того, как воспринимают ссору, например, ваш муж и вы. Ну, в частности, ваш муж. Вот. А это первое. Это первый момент. Второй момент – то, что у меня сложилось впечатление по вашему тексту. У меня сложилось впечатление, что вы как бы не совсем доверяете друг другу, потому что говорите про любовницу. Вот. И может быть еще проблема в доверии, уровне доверия. Вот. А то, как выстраивается между вами доверие, требует своего исследования, требует своего внимания. Потому что есть вероятность того, что доверия выстраивается деструктивно и исключительно вот на том, чтобы человек вел себя так, как вы ждете, так, как вы ожидаете. Вот. Следующий важный момент – это откровенность не с той точки зрения, да, почему нет секса и так далее, а с той точки зрения, что я хочу сам. Или сама хочу секса. То есть, вы говорите о своем собственном удовлетворении, а не о том, чтобы именно заниматься сексом. Потому что потребность в сексе действительно у людей бывает разная, но вот что отличает, именно что отличает людей друг от друга – это то, что если, как бы, люди друг друга любят, то, ну, они, в общем-то, удовлетворяют потребности друг друга. Вот. И вы, в принципе, имеете полное право говорить о себе, что я хочу секса, и у меня, как бы, вот, есть в этом потребность, соответственно, я хочу, что хочу, чтобы ты мне ее удовлетворял. Необъемлемо для этого заниматься классическим сексом, да, вот. Вот. Это вопрос именно гибкости. То есть, ваш муж, он может не хотеть секса сам или с вами, но он, в принципе, как бы, вот его обязанность удовлетворять ваши сексуальные потребности. И если он этого не хочет, это уже достаточно серьезная проблема для обращения, серьезная проблема для дальнейшего вашего нормального существования, как семейной пары. И, соответственно, это повод обращаться к психологу к психологу. Вот. Как бы, кризис, спад сексуальной активности переживают, в общем-то, все – это нормально. А важно, чтобы были найдены решения. И такие решения, которые максимально удовлетворяли бы обоих. К примеру, муж не хочет секса, да, муж, вот, ну, вот, не нуждается в нем, в нем так много. Или просто не нуждается в нем меньше, чем вы. А вы совершенно не обязаны, ну, как бы, терпеть, да. Вы совершенно не обязаны, там, мириться с тем, что вы не удовлетворены. Так что, это вопрос исключительно откровенности именно не со стороны вашего мужа, а именно со стороны вас. И это непосредственно акцент на том, чего хотите вы, а не чего хочет ваш муж, например. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Вот на эти проблемы вам необходимо обратить внимание свое. И, соответственно, изменить, в первую очередь, тактику с… Изменить, в первую очередь, тактику с требования какой-то обратной связи от своего мужа на выражение своих желаний и на реакцию вашего мужа на нее. То есть, смотрите на реакцию вашего мужа по поводу ваших желаний и смотрите на его действия. Вот. Вот и все, как бы. Ну, очевидно, очевидно, что здесь вот где-то пересекаются, да, между собой. С одной стороны, потребность, вообще разные потребности в сексе. И, с другой стороны, влияние на этого ссор, конфликтов неизбежное влияние. Вот. Там еще не все люди по темпераменту, а могут, ну, так же воспринимать людей после ссоры, да. Вот. Кроме того, ну, опять же, очень важно… очень важен уровень загруженности мужчины, очень важно действительно степень его усталости, степень тревожности. Вот. Люди по-разному на это реагируют. У кого-то либидо от этого повышается, у кого-то либидо, наоборот, замещается из-за этого. Вот. То есть, как бы, вот, ну, много достаточно реакций, и, соответственно, как бы, если ваш муж просто такой достаточно загруженный человек сам по себе, то, ну, нет ничего удивительного в том, что любидо у него низкое. И дело здесь не в вас, да, а дело именно в нем самом. И мы переходим, наверное, к последней, к последнему моменту. Это то, как вы воспринимаете его нежелание уступать с вами в интимную связь, обижает ли вас это, оскорбляет ли вас это и так далее. Вы пишете, что раньше обижались, вот, но, соответственно, теперь вы свою позицию изменили. Я боюсь, что вас это по-прежнему как-то задевает. Я боюсь, что это по-прежнему вас как-то напрягает. И, соответственно, если это действительно так, то с этим необходимо разбираться, чтобы вы не принимали на свой счет поведение своего мужа, потому что, ну, вы здесь абсолютно ни при чем. Вот. Такой ответ я могу вам дать. Надеюсь, что это было вам полезно. Выбирайте психолога, начинайте консультации, ну, как бы самостоятельно или вместе с мужем, как вам удобно. Это поможет решить проблему. Всего вам самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.